всем привет пришли все детальки на двигатель сейчас будем собирать покажу как доработать картер цилиндр и поршня первое что нужно доработать картер так как у нас товарищи р.м. сделали отверстие покажу вот эти отверстия которая для смазки подшипника дополнительной смазки они у нас находятся и закрыты подшипником получается вон там и короче это отверстие перекрывается подшипников полностью коленвал переделан на 4 опоры поэтому я буду сверлить два отверстия по краям для смазки боковых дополнительной смазки боковых подшипников и два отверстия посередине так как у меня стоит два сальника расположены друг другу и два отверстия буду посередине делать чтобы для смазки этого права или общем примерно делайте риски отметочки раз-два с той стороны также все коленвала нам больше не нужен дальше что он получил эти пометочки так линейка соедини и провел риски внутри что он получил нас получились две риски мы берем примерно середину делим пополам вот сюда надо будет закернить сюда и сюда и будем сверлить с этой стороны сначала четверка сверлом а потом сверлом восьмерку отверстие будут на 8 все четыре а эти отверстия которые сделали р.м. якобы для смазки подшипников она вот перекрываются вот вот так вот стоит подшипник до суда и она перекрыта просто-напросто подшипник для чего это сделано эти отверстия ну пусть товарищ с р.м. ответит вот оно отверстие она полностью перекрыт я буду делать отверстие вот отсюда где-то примерно здесь здесь и здесь четыре отверстия первый проход делаем четверочка и потом рассверливаем 8 вот мы получили рассверлено восьмерочка вот такое отверстие таких отверстий будет четыре сверлить когда будете сбоку вот сейчас догадались почему р.м. сверлить вот здесь отверстие как бы они просто вот этим отверстием просто сделан вид что она тут присутствует отверстие от него никакого толку нет вот это вот отверстие ну мы короче высорвались вон там видите мы высорвали сделали дыру но дадим на орган парни заварят все нормально сделать красиво и снова сделаем дыру новых дыру просверлим со стороны зажигания будете сверлить аккуратненько порю надо сверлить вот этот болтик где закручу поребушка и и больше наклон берите и все будет красиво ну конечно косячили ну ладно сколько секс про и ничего страшного органы есть знакомых говорят вот что получается по отверстие первое отверстие сбоку вот так вот буду стоять обоймы с сальником в обойме тоже сделано сверление и как раз получится что где-то полотверстие будет открыто серединка отверстие почти целое открыто там немножко чуть-чуть перекрываться сути хотят от этих отверстий чтобы подшипник мазала когда коленвал будет вращаться смесь промящёк но очень плохо будет заходить и все знают что подшипники на буранах умирает очень быстро недостатка смазки уже с боковыми отверстиями будет проходить как бы небольшая циркуляция насколько это продлит мотор ресурс этих подшипников убираем все на пуске на выпуске все ступенечки берем вот такие ступеньки оригинальная рэм ступенька где-то около полу миллиметра на выхлопе на этом цилиндре более-менее нормально она это левый 1 1 тонн цилиндр чуть побольше ни в коем случае не поднимайте не расширяйте выпускные и впускные окна потому что это смеет смеет фаза впуска выпуска выпуска продувки без расчетов это только навредит идем дальше убираем ступенечку вот там цилиндр картер чтобы ровненько был переход с картера цилиндр вот смотрите вот ступеньки на оригинальном картере и цилиндре где-то ступенька около миллиметра получается ну сейчас риску сделал на цилиндре сейчас покажу вот риск она сделана карандашом ну карандаш ведь заточен еще не очень вот здесь миллиметр несовпадение картер цилиндр это все убираем протачку гильза в этот цилиндр криво все расунуто нахуй не совпадает ни хуя по каналам я делаю говно бля я делаю говно бля